здравствуйте вашему вниманию представляется материал к массовому открытым онлайн-курсу по дисциплине строительные материалы для образовательных программ строительства поиска транспортное строительство архитектуры материалы подготовлены на кафедре смита авторами рахимова галии мухаммедевны кандидатом технических наук доцентом серовый роза иконы кандидатом технических наук доцента рахимова жанр бы был сын и магистром технических наук преподавателя темой данного занятия являются природные каменные материалы и сырье для производства этих материалов из горных пород планом занятий и целью занятий вы можете ознакомиться на слайде природными каменными материалами называть строительные материалы получаемые из горных пород за счет применения лишь механической обработки это дробление раскалывание распиливание шлифование полирование и так далее в результате такой обработки природные каменные материалы почти полностью сохраняяя все свои физико-механические свойства горной породы из которой они были получены высокая стойкость природных каменных материалов делает их неизменными например для гидротехнических сооружений дорожного мостового строительства и во многих других случаях когда необходимо обеспечить высокую долговечность сооружения пористые камни такие как известняк ракошечник или вулканический тоф очень эффективны как местный материал для возведения стен вместо кирпича и других искусственных стеновых материалов поскольку энергозатрата на их добычу несравнимо меньше чем на обжи кирпичей или изготовление бетонных панелей блоков с учетом производства цемента и арматуры природные каменные материалы занимают одно из основных мест в ряду строительных материалов общая доля затрат строительства эти материалы называемые нерудными материалами превышает 20 процентов природный камень каменный материал наряду с древесиной был первым строительным материалом используемым человеком из глубины веков пришли памятники архитектуры возведена из природного камня одно из древнейших сооружений в стонхенджи в англии пирамиды в египте храма древней греции средневековые замки храма построена из природного камня можно найти в каждой стране природный камень применяемый непосредственно как строительный материал привлекает своей декоративностью долговечностью виде облицовки его применяли зодчий например 18 19 веков где царские палаты облицовывали природонитом малахитом привезенными с урала высокая стойкость природных каменных материалов делает их незаменимыми для гидротехнических сооружений дорожного мостового строительства и во многих других случаях когда необходимо обеспечить высокую долговечность сооружений природные каменные материалы изделия получают путем механической обработки горных пород подразделяют их по способу получения на добытый способом взрыва рваный камень например бутовы получены раскалыванием без обработки это грубо колотый камень изготовлены дроблением дробленный камень щебень искусственный песок или сортированные камни булыжник гравий по форме каменные материалы делят на неправильные формы это щебень и гравий и штучные изделия правильная форма это плиты и блоки щебень это сыпучий материал состоящий из остроугольных кусков горных пород размером от 5 до 140 миллиметров получаемых механическим или природным дроблением бута или гравия основная область применения в качестве крупного заполнителя при изготовлении бетонных смесей и для устройства основания дорог гравий же представляет собой сыпучий материал из окатанных кусков горных пород размером от 5 до 120 миллиметров применяемые как и щебень а также для изготовления искусственных песчано-гравийных и гравийно-щебеночных смесей дальше и в лабораторных работах и при изучении разделов о растворах бетонных изделиях мы будем говорить о различиях между щебнем и грави в принципе их функции одинаковые однако у них есть особенности различия песок рыхлый сыпучий материал смесь зерен горных пород размером от 0,14 до 5 миллиметров получаемого в естественных условиях в результате выветривания горных пород или искусственным путем в качестве отхода при дроблении гравий щебни и кусков горных пород также природные материалы и природные каменные материалы играют роли сырья его применяют в керамике при изготовлении стекла при производстве портлан цемента и других вяжущих огромное количество песка гравия и щебни используется для приготовления бетонов и растворов и они работают как заполнители в первом подразделе 2 модуля мы рассмотрели понятие о природных каменных материалах следующем втором подразделе будут рассмотрены такие понятия как горные породы и минералы